Уважаемая публика, Шабо-боксинг представляет вашему вниманию шесть раундовый поединок, я приглашаю в рейфинг, встречаем Александр Калинкин, многократный чемпион Советского Союза по боксу. Ваши аплодисменты. Добро пожаловать! 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 Неплохо нащупал сейчас Витисян траекторию. Раз за разом наносит удары в область печени. Пока что не акцентированный, не вкладывается в удары, но, тем не менее, попадания уже в эту область у него были. Осталось добавить акцента. Между тем заканчивается раунд. Сейчас хорошо на повторе видно, как апперкот проходит точно в разрез. Очень неприятный удар. Да, Карен Аветисян, конечно же, опытнейший спортсмен. На опыте он сейчас и работает. Шамовуцин, второй раунд. Шамовуцин, второй раунд. Иногда этот поединок, друзья, скажу честно, допоминает мне такой дружеский спарринг. Очень корректно работают спортсмены. Не всегда вкладываются удары, не жестят. Но периодически вдруг или один, или другой начинает заводиться, начинает прибавлять в скорости, прибавлять в силе. И на спаррингах периодически тоже такое бывает. Начинается все легко. Затем вроде прибавили. Накидали друг к другу, потом почувствовали, что увлеклись. Ну, опыты у одного и у другого достаточно большие. Много, об этом мы уже говорили, много боев провели. Решительно Александр Степанович вмешивается в этот клинч, разводит боксеров. Обратите внимание, это своеобразный почерк работы в ринге Александра Степановича Калинкина. Внимательно следит за поединком, фактически это третий участник боя. И обратите внимание, с одной стороны вроде как поединок такой неспешный, темп невысокий с одной стороны, а с другой стороны достаточно насыщенный. Достаточно много происходит всего, обменов, ударов, корпусом работы. Мы сейчас увидели, Карен Аветисян показал замечательные навыки уклоняться от ударов. Но при этом создается такое ложное ощущение, что все происходит так неспеша. По моему мнению, такое ощущение складывается из-за отсутствия суеты. Практически никакой суеты, никаких лишних движений в работе боксеров мы не видим. А в этом эпизоде очень хорошо было видно, как с таким сдвоенным ударом по печени и апперкот затем Карен Аветисян удар точно довел до цели. Практически никакой суеты, никаких движений в работе. Но все-таки больше в атаке работает Мурат Долхаев. Поджимает канатом. Мы знаем этого спортсмена, любит он в такой силовой манере работать, вкладываться в удары. Мурат Долхаев. Включается теперь Карен Аветисян И вновь по корпусу Я думаю, что Аветисяну Надо прибавить Именно этот аспект Левой рукой у него проходит удар В область печени Много клинча Много клинча И инициатором клинча Является как раз Карен Аветисян Заканчивается раунд Итак, смотрим повторы Чистейшее попадание Кавказа Мурат Долхая Мурат Долхая Мурат Долхая Ваши апрельсменты Мастер спорта По полосу Мурат Долхая Город Хасанюк Село Баракангичу Сейчас все село Сидит в экранах телевизоров И наблюдает за этим боевым Баракангичу И Барнаул Мурат Долхая И его соперник Карен Аветисян Мурат Долхая Итак, друзья Четвертый раунд Немного Немного, конечно Сбавили в темпе Спортсмены Но В перерыве Мы видели Как Карен Аветисян К Карену Аветисяну Подходил Александр Калинкин Спрашивал Есть ли травма Будет ли продолжать Но Аветисян Сказал, что Все нормально Буду продолжать Поединок Возможно Какая-то Травма Есть Но Мы видим Что Боксировать Может Итак, друзья Половина Четвертого Раунда Прошла Чувствуется Что Подустали Оба Спортсмена Нужна Небольшая Пауза Пауза В том Смысле Что Немного Сбавить В активности Не Не Выбрасывать Такого Количества Акцентированных Ударов Может быть Больше Подвигаться Она Пошла Последние Минуты Четвертого Раунда Впереди Еще Два Решающих Раунда Собственно Которых Нужно Будет Собственно Прибавить И одному И другому Вот это Привычная Для Мурада Долхаева Манера Ведения Поединка Акцентированные Удары Ближняя Дистанция И Эта Тактика Мы С вами Помним Неоднократно Мураду Долхаеву Приносила Победу Ну что ж 10 секунд Концовка Нет Не было Активности В концовке Раунда Спортмен Входит На Перерыв Да Чувствуется Что Карена Видите Подустал У меня У меня были Попадания И в одну И в другую Сторону Но Как-то Посвежее Выглядит Мурад Долхаев И И Долхаев Долхаев И Ну что ж, активно начинает поединок Карен Аветисян. Накидал какое-то количество джебов. Может быть, в четвертом раунде как раз взял такую условную небольшую паузу Карен Аветисян. Чтобы поработать, выложится в пятом и в шестом. Ну, вновь включается теперь выяснение отношений Мурата Далхаев. Да, акцентированные удары. Это как раз стихия Мурата Далхаева. Аветисян опытнейший спортсмен. Знает он, когда войти в клинч, как засушить эпизод. То есть не дать развитию, даже после удачного попадания, после пропущенных ударов. Так, что это у нас произошло? Нет, сложилось у меня такое ощущение, что Мурат Далхаев потряс Карена Аветисяна. Во всяком случае, вдруг неожиданно Аветисян, опытнейший спортсмен, вдруг начал поворачиваться к своему оппоненту спиной. И пропустил несколько ударов. Будешь работать? Все. Да, все-таки Карен Аветисян не смог продержаться всю дистанцию. По всей видимости, просто закончились силы. Просто закончились силы. А Мурат Далхаев, мы с вами это отмечали, выглядел посвежее, пободрее. Мы идем вместе. Двигаемся вместе. Вместе мы с силами. Спасибо всем. Спасибо. Да, Мурат Далхаев побеждает в этом бою. Но, собственно, и сбылись наши прогнозы, что в этом бою очень важно, кто лучше подготовлен физически, у кого хватит сил как раз на всю дистанцию. Ну и вот мы увидели результат, мы с вами дождались результата. Мурат Далхаев побеждает в том числе. И вот это как раз эпизод, ключевой эпизод, когда Карен Аветисян просто начал поворачиваться спиной к своему оппоненту. Победа в 6 раунда в проединке. Пятый раунд, вторая минута в 27 секунда, техническим нокаутом одержал Мурат Далхаев. Поехали. Можно пару слов всего? Бараган Вичун ждет вашей. Можно пару слов? Можно взять? Я ничего с ним не делаю. А салам, маленькие, приветствую всех. Так особо русским не владею как бы. Но постараюсь кое-что сказать. Немного болтать но еще не буду. Ну и лучше, Алхамбуллила, за все. Также, не забудь поприваться у всех зрителей, телезрителей канала «Шамбоксинг Тригалор», который смотрят в прямом эфире. Я надеюсь, вам понравился этот бой. Я то, что мог, я сделал. Спасибо также Собяни, который хорошо выступил. И главное спасибо моему другу-спонсору Корнелию за огромный вклад, который делает в мою профкарьеру. Корнель, большое тебе спасибо. Я надеюсь, ты смотришь бой в прямом эфире, хоть ты и далеко, я знаю. А где он? Он в Турции работает. Тебе там успехов. Спасибо тебе, дружище, за все. Мы идем дальше, вместе мы сила. Я также хочу пригласить на ринг своего друга Резвана Мусаева, который с первого дня в Москве, который тут, который меня поддерживает. Делать большую поддержку для меня. Резван Мусаев, Фуат Мураду, люди, которые меня поддерживают. Спасибо вам, друзья. Также пользуюсь случаем моему маленькому силу Буанычу. Ассаламу алейкум всему Хасавюрдовскому, Ауговскому району. Всем тем, кто меня знает, болеет, верит в меня. Мы идем дальше. Чемпионству дай нам, чтобы все получилось. Как говорил аргумент ученый, дайте мне точку опоры земли. Я переведу землю. Мурат Далхай, дайте мне финансовые возможности и нужного людей в боксе. Я стану чемпионом мира. Это не пустые слова, если кто-то думает. Я знаю, я верю в себя, как никто другой. Еще раз спасибо всем зрителям, которые находятся в Академии бокса. Всем телезрителям, шамбоксинг, триколы. Спасибо всем. И также благодарю Александра Калинкина. Лучшего судей не только России, но и мира. В таком возрасте выступать, делать свою работу. Только уважение большое. Всем спасибо, кто болел, переживал за меня. Ассаламу алейкум всему. Ассаламу алейкум всему. Корнели, готовимся к званию чемпиона мира. Готовим спонсорскую поддержку. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ну что ж, друзья, Мурат Далхаев никого не забыл. Всех поздравил, всех вспомнил. А мы с вами двигаемся дальше. Смотрим повторы. Были хорошие попадания и у Карена Ветесяна. Но не хватило бензина на всю дистанцию. Может быть, и травма беспокоила. Не зря Александр Калинкин подходил в одном из перерывов и спрашивал, может ли Карена продолжать боксировать, не беспокоит ли травма, не беспокоит ли ее. А возможно, и все в комплексе повлияло на решение Карена Ветесяна остановить бой до срочно.